Всем привет! Меня зовут Ирина, канал Двое в пути. Сегодня выдался солнечный, тёплый денёк, и мы пошли посетить парк Южной культуры. Находится он в Адлере, город Сочи, Краснодарский край. В кассе мы оплатили билеты за этот парк. Вход загорожен машинами, здесь подъезжают сегодня очень много молодожёнов, потому что суббота, свадьбы, и молодожёны здесь устраивают фотосессии. Парк этот занимает 11 гектаров территории. И основал её ещё в 1910 году генерал Даниил Васильевич Драчевский, возле памятника которого я сейчас стою. Основал он этот парк на территории своего имения Случайное. А проектировал этот парк талантливый садопарковый архитектор Арнольд Регель. Ещё до революционного времени. Такое чудное растение, плоды чудные. Не то инжир, не то груша. В этом парке собрана одна из самых крупных в стране коллекций экзотических растений, привезённых со всего мира. И на сегодняшний день коллекция парка насчитывает 638 видов растений. Но грузить названиями я вас здесь не буду. Возле каждого растения есть табличка с его названием, поэтому, когда вы посетите парк, всё увидите и всё прочитаете сами. Во все самые лучшие и самые потаённые места этого парка можно легко заглянуть, потому что кругом проложены такие удобные дорожки. Есть план, схема парка. Есть правила посещения, написанное с таким искусным чувством юмора. Есть вот такие указатели, где что находится. Поэтому парк этот очень и очень удобен для посещения. Итак, история этого парка уходит в далёкий 1910 год. В те времена было очень модным и популярным устраивать дендрологические сады и парки. И бывший градоначальник Петербурга Даниил Драчевский, который владел здесь имением «Случайное», заказал проект у самого модного ландшафтного дизайнера той эпохи Арнольда Регеля. И проект этот удалось завершить за два года, так как для обустройства парка использовались уже взрослые деревья, которые были выращены в питомнике в Гаграх. Парку уже более 100 лет, и за это время его неоднократно реконструировали и расширяли. Оказывается, ещё в 30-е годы прошлого столетия здесь появилось множество растений, подаренных китайскими властями, за то, что Россия отдала им маньчжурскую часть железной дороги. Ещё в 50-е годы прошлого столетия здесь были сделаны последние массовые посадки. Здесь была высажена аллея эвкалиптов. И после этого долгое время о парке, мягко сказать, подзабыли. Без должного ухода экзотические деревья преждевременно старели и погибали. Сильно пострадали деревья и в 80-е годы в результате смерчей. А вот самая большая трава в мире – аллея бамбука. Но вернёмся к истории. Самая глобальная реконструкция началась в 2008 году. Проект её рассчитывался на полтора года и в строгом соответствии с проектом Арнольда Регеля. Того самого ландшафтного дизайнера, который проектировал этот парк изначально. Здесь расчищались дорожки и поляна от упавших деревьев. Производилась прополка от самосева. Восстанавливались теплицы. Были высажены новые кипарисы, сосны, олеандры и магнолии, к которым мы, кстати, подойдём сегодня. Но уже через несколько лет, вы помните наши лихие 90-е, этот парк оказался ещё в более худшем положении. Два года работникам не платили зарплату, из-за чего они объявили голодовку. Разразился крупный скандал, который дошёл до Москвы. И только после этого парку Южной культуры уделили должное внимание. Были закрыты все долги, а сам парк Южной культуры перешёл в видение Сочинского национального парка. Вот такая вот непростая судьба у Сочинского парка Южной культуры. Но до сих пор, от самых истоков до сегодняшних дней, сюда тянутся и тянутся люди. И независимо от времени, годы, здесь всегда есть что посмотреть. В разное время года здесь цветут красивые растения. И мы сейчас это посмотрим. А вот и то, ради чего сюда тянутся люди в марте и в апреле месяце. Посмотреть, как цветёт это прекрасное экзотическое дерево с красивыми красными и розовыми цветами. Это магнолия. Вот это красота. Красавица. И не случайно. Ведь магнолия в переводе с латинского означает красавица. И считается она самым издавна известным деревом на планете. Ведь своё начало развития она берёт ещё в эпоху динозавров. Археологам удалось отыскать окаменевший цветок, которому не менее 95 миллионов лет. Посмотрите, как усеяно дерево бутонами. Скоро они раскроются. И появится настоящее чудо. Цветки размером от 15 до 25 сантиметров. А как украшает этот парк? Чудесное озеро, искусственное озеро. С плавающими в нём лебедями и окружённые вот такими белыми перилами. В пруду плавают парочками вот такие черепашки. А некоторые из них греются на бережку. В самом пруду такая бирюзовая вода. И вот эти чёрные лебеди на фоне бирюзовой воды смотрятся просто шикарно. Смотрите, а там в уголке котик притаился. А вот и влюблённая парочка белых лебедей. Здесь по берегу растёт ещё несколько красивых магнолий Суланджа. Посмотрите, невесты здесь устраивают фотосессию. Какие это цветы! Крупные, огромные. Так цветёт магнолия. Вот такой гигантский платан раскинулся. А вот ещё один. Кстати, вечером с наступлением темноты в этом парке проводится очень красочное световое шоу. Оживший парк. Конечно, интересно было бы посмотреть, но мы не имеем такой возможности с маленькими детьми. Я благодарю тех, кто досмотрел этот ролик до конца. Оставайтесь на нашем канале. Пишите в комментариях, кто тоже был в этом парке и каким видели его вы. Ярослава, кто это? Укусит? Ярослава, приятно.